Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games, с вами я Скиф, это игра Fortnite и тут произошло кое-какое событие. В общем-то разработчики пока что в бета-тестирование добавили режим Королевская битва. Ну и сегодня я покажу два боя, то есть один это вот сейчас который идет, второй где я взял уже топ-1, сыграв буквально 4 матча я смог взять уже топ-1. Ну ладно, не об этом речь, давайте поговорим вообще о ситуации, о PvP и о том, что возможно ждали игроки, хотя непонятно как правило чего хочет комьюнити, но не суть, в общем-то хотели PvP, получите PvP. И что разработчики говорят нам в трейлере, ну они говорят о том, что им всегда нравились как бы режимы, как бы не режимы, а Королевская битва и ее инкарнации так скажем в H1Z1, там в папке в том же. И так как папк сейчас он довольно-таки известен, популярен, многие в него играют, многие его ненавидят, потому что другие в него играют, по всей видимости, я не знаю, с чем это связано. Потому что по факту, ну это Королевская битва. Что здесь по факту плохого? Просто у нас карта, туда высаживается 100 человек, ну в данном случае я говорю про Fortnite, и мы соответственно должны остаться последним выжившим. И территория постепенно сужается. И суть в чем, суть в чем, я как бы почитал комментарии по, ну на форумах там и повсюду, что пишут. Многим, у многих, так я заметил, пригорело на тему того, что как так разработчики добавили Fortnite PvP, но не стандартный нам какой-то захват флага, я не знаю, или что-то Deathmatch, что они вообще хотели там увидеть. А вот именно, ну, хайповое, хайповое на данный момент явление, это вот Королевская битва. Ну, многие говорят именно про PUBG, потому что многие, по всей видимости, вообще нифига не знают, кроме PUBG. Но, как бы, PUBG это не первая игра в жанре Королевская битва, как бы даже не вторая. Ну, я даже не знаю, ситуацию хорошо описывает пример, допустим, с карточными играми Hearthstone. Потому что Hearthstone это вот даже не десятая карточная игра, как и, да, коллекционная. Но она самая популярная, она такая попсовая, упрощенная и тому подобное. И ее, как бы, если пользователь знает что-то о карточных играх, он, как правило, знает о Hearthstone. Так и здесь, если речь заходит о Королевской битве, то человек, скорее всего, знает именно PUBG, к примеру, да, и все с ним сравнивают. Ну, потому что он сейчас самый хайповый. Ну, безусловно, разработчики пошли по, как бы, ну, не знаю, по наилегкому ли пути, или по какому. Но, тем не менее, они решили добавить именно Королевскую битву. Ну, со всеми фишками, присущими Fortnite. Тут, как бы, разрушаемость. Можно, как бы, ловушки ставить, если ты их найдешь на карте. Оружие. Ну, это пока что бета в бете, чтобы вы понимали. То есть, у нас ранний доступ в игре, а в этом раннем доступе еще ранний доступ этого режима, он, пока что, отдельно от игры функционирует. Его в игру, как бы, интегрируют 26 сентября. Вроде бы как, если все будет хорошо. Ну, сейчас я тут, как бы, лажу, кого-то даже убил. Но это, пока что, первый матч, он не такой удачный. Но я тут высадился не в самом лучшем месте. И, в общем-то, немножко не ту тактику использовал, которую, наверное, стоило бы использовать. Ну, и, в общем-то, к чему я веду? Мое отношение, допустим, к той же игре PUBG. Ну, то есть, меня, в принципе, устраивает сама концепция Королевской битвы. Почему я, к примеру, не играю в PUBG? Ну, просто мне достаточно быстро насучит сам по себе просто этот режим. Потому что, ну, там одна карта. Да, там разные игровые ситуации, в зависимости от того, играешь один или там толпой. Ну, такое. То есть, король, на мой взгляд, мне просто быстро надоест, поэтому я не играю. Но, в контексте того, что Fortnite это далеко не основной режим, а такой вспомогательный, PvP, где ты можешь провести время, возможно, заработать какие-то уникальные награды там интересные, посмотрим, что там будет, когда они начнут игру интегрировать, то вполне себе, почему бы и нет. Потому что, ну, это действительно весело. Возможно, сейчас какие-то проблемы в самой, там, в самом этом режиме есть, как и в самой Fortnite, потому что играешь в раннем доступе. Безусловно, это все будет дорабатываться. Я бы еще на их месте даже какие-то бы ивинты добавил, в том же папке там есть какие-то артообстрелы и тому подобное. То здесь, возможно, там, я не знаю, какой-то прорыв бури по центру там карты, да, какие-то, знаю, батюшки бы разбегались или что-то в этом духе. Хотя, возможно, это излишнее. То есть, ну, посмотрим. То есть, они, возможно, что-то добавят, оружия того же больше завезут и тому подобное. Но уже на данном этапе, как бы, довольно-таки весело это все бегается и играется. Я уже, как ты сказал, поиграл где-то матча 4, и меня вполне себе все устроило. Ну, как бы, движуха начинается довольно жестко. То есть, за первых минут 5, наверное, игры отсеивается больше половины игроков. То есть, здесь именно что 100 человек. Вот сколько времени прошло там от начала матча, сколько я там говорю сейчас, а уже осталось, как вы видите, не так-то много и на роду 47 человек. То есть, ну, такое, да? И вот здесь я, как бы, немножечко затупил конкретно в этом моменте. Я такой прислушивался, услышал, что кто-то ходит, ну, и, как бы, вышел не в самый лучший момент. Ну, и давайте перенесемся в более удачный мой матч, где я все-таки взял топ-1. Ну, спойлер-спойлер, он уже в названии здесь, как бы, ничего страшного. Поэтому, еще раз повторюсь, у меня отношение к жанру корольской битвы, ну, нормальное, в принципе. Ну, это жанр такой, да? Как бы, ну, сейчас он хайповый, да, ну, камон. Всегда, как что-то хайповое, оно как вызывает, ну, типа, резко положительные эмоции, так и резко отрицательные, нейтральные и тому подобное. Это нормальное явление, чем больше людей играет в какую-то игру, тем больше мнений. Они могут быть отрицательными, они могут положительными быть. То есть, соответственно, ну, и плюс стоит понимать, что у того же папка, я не знаю, Counter-Strike и игр таких с низким порогом вхождения, то есть ты банально берешь оружие, ты можешь из него бегать и стрелять. Плохо ли, хорошо ли ты это делаешь, это уже другой вопрос, но ты уже можешь это делать. Это низкий порог вхождения, низкая стоимость самой игры, и, соответственно, там и контингент может быть, скажем так, быть довольно низкого качества, я не знаю, как сказать. Ну, то есть, достаточно недалеких людей там больше, потому что в целом больше людей играет в эту игру, и они создают, как бы, такой вот слой, как бы, комьюнити достаточно токсичного. Ну, как бы, кс, дота, я думаю, ну, как бы, пример, далеко ходить не надо, потому что там, как бы, играют и достаточно, ну, много адекватных людей, но есть и, как бы, слой такого вот комьюнити, которому никто не любит, по факту. Ну, и это комьюнити портит, в общем-то, как сказать-то, саму игру, по факту, да, то есть, внешний вид, облик игры самими собой портят, по факту. Ну, ладно, давайте лучше поподробнее поговорим про Fortnite, а то я что-то уже долго это все перетираю. Ну, и в этом матче, конечно, все началось-то не со супер радужно. Во-первых, у этой М-ки, это, по-моему, М-ка, у нее довольно-таки жесткий разброс, как видите, я ни черта не смог попасть, хотя целился где-то в район головы, пытался убить, хотя, зачем я пытался убить, очевидно, чувачок не так давно приземлился, ну, чувишка, ну, чувак, неважно, и, как бы, не особо, чем успел разжиться. И вот, смотрите, я начинаю, хотя, не, она сейчас будет отстреливаться. А, подобрала оружие, вот только что буквально. Ну, разброс, видите, да, у этой пушки на таких дистанциях, я хотя два раза по 32 попал, но патроны мои, как бы, закончились. В пистолет попасть, как выяснилось, вообще практически нереально, надо еще смотреть, видать, на дальность, на которую бьет это оружие. Этот матч будет уже не такой экшовый, по факту, потому что, ну, я где-то в той же местности, по факту-то, высадился, хотя хотел немножечко в другой, но вышел практически в той же. Единственное, что мне тут немножечко повезло, я на начальном этапе довольно мало людей встретил, и потом мне удалось таким образом пробежать, что хотя бы какое-то оружие подобрать. Ну, в ближайшем будущем увидим, в общем, что у меня и как получилось. Но если смотреть Fortnite, да, на данный момент, что мы имеем? То есть у нас, получается, ну, система та же, как в пупке, то есть, ну, я буду с ним сравнивать, потому что это самый близкий пример, и сами разработчики говорили, что равняются на H1, Z1 и на пуп. Но это как бы неплохо, это сейчас самые хайповые, как бы, жанры. И опять же, повторюсь, потому что это надо повторять по 20 раз, потому что в комментах потом все равно напишут, что как бы в этом нет ничего плохого, в плане того, что, ну, как бы, PvP сделать в игре, да, и чтобы оно было интересным, и этот жанр в целом подходит. Если даже посмотреть на саму концепцию игры, мы по факту-то играем, если кто помнит вообще начало игры, не за человека, ну, как бы, человек у нас находится в каких-то очках такой виртуальной реальности или типа того, и мы управляем аватаром, грубо говоря, да, поэтому мы можем персонажей менять и все такое. И в этом контексте Королевская битва вполне себе неплохо может вписаться, ну, типа какой-то глобальной тренировки или что-то в этом духе. Почему бы нет? Вот. Ну и надо, ну, из минусов стоит сразу отметить, пока что, очевидно, мало как-то, ну, возможно, с балансом какие-то еще проблемы будут, ну, очевидно, мало оружия, видов оружия, то есть я что увидел, там дробовик, помповое ружье, эмку, типа калаша, пистолет, по качеству я находил единственное зеленого качества, фиолет, а, нет, синего качества, то есть фиолетового, либо легендарного я тут не находил, но тут такая же фишка присутствует с сундуками, то есть можно искать, они в стенах, либо еще где-то будут эти сундуки, и под мостом я находил, кстати, и в сундуках, ну, в зависимости от качества сундуков, а, соответственно, и более высокого качества может присутствовать лут, здесь можно строить стены, также есть та же самая возможность, там, проделать окна, двери и тому подобное, вот я сюда захожу, я отлично понимаю, что здесь уже кто-то был, но я хотел что-нибудь тут найти, и, как бы, в окно замечаю, что там что-то туда и есть, и просвет в буре уменьшается, как бы, и меня информируют об этом, по факту я здесь довольно долго ковырялся, но, как видите, удалось собрать у меня вот эти баночки синей жидкости, и они дают по 50 брони, она юзается, что-то секунд 8 вроде того, и тут я немножечко тупил, сидел, разбирался с управлением, какая-то хитрая система, как мне показалось на первый взгляд, но, по факту, это не так все и сложно, и в какой-то момент я начинаю понимать, что через минуту начнет зон сужаться, а мне бежать, как бы, максимально далеко, и это было довольно-таки забавно, потому что это уже был, ну, да, это четвертый матч, который я сыграл, ну, вот, я решаю все-таки броню, потому что мне казалось, что буря, да, вот эта вот будет дамажить именно в броню, но, по факту, она дамажит по жизням, и то есть, насколько я понимаю, первые разы, когда она сужается, там дамаг идет не такой большой, и чем, соответственно, дело ближе к концу самой битвы, тем дамаг там больше, где-то потом мы это, наверное, увидим, но здесь я пока решаю просто бежать, ну, и в какой-то момент буря начинает меня настигать, я уже, как бы, в город забежал, бегу-бегу, чую, что я, скорее всего, не успеваю убежать от вот этой вот зоны сужающейся, где, в общем-то, буря, где, в общем-то, я буду получать дамаг, здесь куча оружия валяется, тут явно велись какие-то интенсивные бои, я же, по факту, никого не убил, то есть, как бы, нас на карте осталось 16 человек, я вообще никого не убил в этом матче, пока что, по крайней мере, но, скажу сразу, то есть, королевская битва не подразумевает то, что вы должны прям вот 100 человек есть, и вы должны 99 убить из них, и, типа, последний выжить, а абсолютно нет, во-первых, они все, как бы, рассеяны по карте, вы можете вообще ни с кем не пересечься, ну, по итогу, и, там, убить последнего, кто останется, то есть, и выиграть таким образом, то есть, убив одного, а можете, там, 15 человек перебить, и вас все равно потом настигнут, то есть, тут надо, как бы, тоже думать, играть, как я сказал, уже, у подобного рода игр, порог хождения-то низкий, но, чтобы эффективно играть, соответственно, надо думать, какую-то тактикой обладать, ну, хотя бы минимальный скилух, и чтобы хоть куда-то попадать, вот, я получаю дамаг, по двоечке, не супер серьезно, но, тем не менее, неприятно, и здесь я уже понимаю, что, как бы, ну, кто-то может караулить где-то, определенно, поэтому надо как-то аккуратно, очень двигаться, и, я сразу соображаю, что я опять где-то в жопе, по факту, потому что достаточно далеко опять бежать, что не очень приятно, но продолжаю, в общем, симулятор бега, тут еще тот получился, в этом забеге, если я вот прошлое показывал, там достаточно экшо, все было в начале, ну, и достаточно быстро все закончилось, то здесь экшена у меня было не так-то много, но я решаю все-таки сразу не спешить, да, не ломиться в гуще событий, тем более, у нас 11 выживших суммарно, и я понимаю, что если я, как бы, чересчур активно себя поведу, то я, во-первых, там склеюсь, во-вторых, мне в идеале бы кого-то убить, либо же где-то найти более хорошее оружие, то есть у меня абсолютно серая базовая, вот этот вот калаш, по всей видимости, а у людей, скорее всего, есть пушечки более крутые, ну, и стопудово у кого-нибудь имеются снайперки, они меня могут снять просто издали, причем со снайперки тут попасть не так, что просто, то есть там баллистика снаряда, все это прочее присутствует, ну, вот, кстати, мой звездный час, чувак целится явно в кого-то, я в какой-то момент думаю, что он меня заметил, но нифига, и аккуратненько, аккуратненько пытаюсь, ухэт, конечно, выдать, убиваю, везет, мне буквально две очереди видели, да, и здесь уже есть чем поживиться, действительно, синяя винтовочка снайперка, бинты подъехали, причем как просто обычные бинты, я сначала начинаю что-то его юзать, потом вижу, что есть большая аптека, и явно как-то более профитно будет похилиться, решаю хилиться именно что, большой аптекой, ну, а на хиле тоже что-то 8 секунд, идет перебинтовывание, тут вот снайперская винтовка со скользящим, с затвором, то есть она у нас получается не автоматическая, то есть один выстрел, и пошла перезарядочка, и я вижу, ну, не сразу, правда, но зеленый автомат, решаю в какой-то момент взять его, потому что он явно эффективней, эмочка, или штурмовая винтовка, как она так называется, не суть важна, дропаж я решаю по итогу вообще не брать, потому что смысла нет, тут на ближайших дистанциях я вряд ли с кем-то столкнусь, и я бы хотел, наверное, даже карту, где было бы больше городской застройки, но возможно, как бы, карт будет несколько, к примеру, не знаю, или возможно они одну будут балансить, потому что здесь достаточно много открытых пространств, ты конечно можешь что-нибудь построить, но такое, короче, если ты начинаешь кто-то строить, то ты как бы всем палишь, что ты там застроился, как бы, и очевидно все будут знать об этом, в какой-то момент я понимаю, что мне дальше тоже продвигаться надо именно, что вот с бурей, ну как бы сужающейся с этой областью, самым аккуратным способом, чтобы не подставляться, и как видите, у нас 8 выживших осталось, я убил пока что всего лишь одного, но это мне не помешает занять топ, один, зона перестала сужаться, и я понимаю, что в принципе, вот на этой горочке, абсолютно классное место, чтобы допустим, со снайпером пошмалять, поэтому я в какой-то момент думаю, что где-то там справа, как эта движуха идет, пытаюсь бинтом похилиться, но он только при просевшем хп хилит, там перестрелочка где-то вдали ведется, но я в какой-то момент решаю, что наверное стоит отыгрывать и от этого холма, поэтому решаю, ну как бы приняло решение, опираться вот за этим камушком, так чтобы меня и слева не палили, сам смотрю вправо, потому что там перестрелка ведется, и пытаюсь смотреть за спину, ну там вряд ли кто мог выжить, у меня у самого есть снайперка, ну как бы я не особо хотел вообще вдаль стрелять, потому что с больших-больших расстояний очень сложно попасть, как я уже говорил, баллистика снаряда, ну потом, чуть позже я попытаюсь уже подстрелять, но как бы такая себе затея, как выяснится, но на тот момент я все-таки думаю, что стоит как-то более аккуратно тут отыгрывать, не лезть, пускай они там стреляются, в принципе, да, мне же лучше, нахожу самый заманчивый на свете куст, в котором так удачно сидеть, надеюсь, что издали меня не так-то и видно, и вижу, как вот оттуда патроны летят, то есть прям на горе война пошла, и это, конечно, не очень для нас, начинаю активно отыгрывать от горы, просто максимально активно, и да, кстати, добавили возможность, ну, ходить в присядку, то есть в самой, ну, игре-то там нет такой возможности, там нет такой необходимости, ну и тут вообще баланс оружия, все прочее тоже помененный, он довольно сильно, и в какой-то момент я решаю поджаться к горе, думая, что, типа, если чувак побежит оттуда, а он, скорее всего, ждет кого-нибудь, да, то я его, типа, сниму в спину, или что-то в этом духе, но, как выяснилось, что он потом, по всей видимости, его там на горе, скорее всего, со снайперки сняли, и там эти патроны, наверное, от снайперки, или от еще чего-то летели, но в какой-то момент, понимаешь, что меня заметили, и заметили вон с той горы, после того, как по мне начинаешь шмалять, причем, видели, да, какой разброс, это явно не со снайперки стреляет, поэтому я не особо очкую, аккуратненько перебегаю, ну, как бы, по сторонам, смотря внимательно, потому что у меня еще, как бы, ну, типа, есть подозрение, насчет того, что на той горке, кто-то дотусует, ну, и здесь у нас уже такое, положение, не самое завидное, чувак тот знает, где я, я не знаю, где остальных, по всей видимости, три чувака, но в этот момент, начинается там какая-то война, я решаю, посмотреть, что из этого все получится, и вижу тут вот эту вот чувиху, которая тут носится, тут в какой-то момент мне показалось, что она там сядет спокойненько, но она бегает прям, не кисло так, и тут я практически попал, кстати, практически, но не попал, ну, а так вот наперед, там, со снайперки достаточно сложно попасть, тут прям везение должно быть жестко, тем более, смотрите, как сайгаг дикий носится, и тоже со снайперкой, вот отсюда я уже отлично это вижу, только непонятно, сколько патронов, снайперок их не так-то много, когда ты их подбираешь, поэтому если только потом где-то не подберешь этих патронов, то где-то штук 7-8, ну, в таком духе, да, вот видите, снайперка, там какая-то война идет, то есть он с кем-то, и я, то есть тут стою, понимаю, что им лучше между собой как-то разобраться, а я в этот момент, вот я пытался чуть-чуть выше взять, но это явно, как бы, предел дальности этой винтовки, и смысла с нее стрелять не особо много, поэтому я жду, чем там закончится все, в общем-то, мероприятие, через 19 секунд, 18-17 уже начнет сужаться область, и я понимаю, что будет критично, в какой-то момент мы остаемся вдвоем, с оппонентом, с моим, который там как сайгак по-прежнему носится, или это другой, ну, сейчас посмотрим, я уже не помню, да, меня, меня уже явно спалили, и я по-прежнему не достреливаю как надо, но достаточно успешно ныкаюсь за деревом, там по-прежнему снайперка, но зато у меня 120 патронов на мою винтовочку, поэтому я решаю бежать, что еще тут делать-то остается, да, он открывает огонь по мне, я бегу вправо, потом типа обманочка пошел влево, чтобы он меня искал где-то с той стороны, потом опять какие-то движения дикого сайгака, я попадаю раз, попадаю два, и попадаю три-четыре, и тут зона такая заходит, и в общем-то победа, как-то так в общем все это получилось, на мой взгляд режим еще конечно сыроватый в целом, но вполне себе играбельный, и имеет место быть в Fortnite, посмотрим в общем что из него сделают в конечном итоге разработчики, пишите свое мнение, ну а на этом всем всего хорошего, пока-пока, до новых встреч, я субтитры создавал DimaTorzok и бежать нельзя мы делали до новых встреч, все первые Award, Субтитры сделал DimaTorzok